Добрый день, дорогие друзья! Я Наталья Чумакова, основатель школы потоковой терапии. И мы с вами начинаем первый урок эффективной психологии или этот мини-тренинг, можно назвать «Три секрета самореализации» или «Три секрета эффективной психологии». И я планирую в течение этих трех уроков рассказать вам очень мощную, очень ценную информацию, которую вы вряд ли сможете получить где-то еще. Поэтому будьте внимательны, записывайте, запоминайте и обязательно прослушайте все три урока. И, конечно же, начнем мы с вами с того, что мы хотим проявляться в мире, жить в гармонии с собой, иметь счастливые отношения, реализовывать себя на всех уровнях, быть в финансовом благополучии, изобилии, находиться, иметь счастливую семью, реализовывать предназначения своей души. Но как будто бы что-то нас не пускает, что-то у нас не получается, какие-то тяжелые эмоции возникают. И тогда мы идем с этим работать. То есть мы идем на различные тренинги, идем к психологам, но не всегда эти методы дают результат. И почему некоторые методы психологических тренингов, то есть методов личностного роста, не всегда бывают эффективны и приводят к откатам. И вы знаете, дело в том, что эти методы не знают один очень важный секрет. И сейчас я вам открою секрет эффективной психологии номер один, или секрет самореализации номер один. И дело в том, что человек – это не просто тело, не просто психика, а это именно совокупность трех частей. Это тело, это психика, эмоции, чувства и сознание, разум. То есть первый такой можете нарисовать кружочек вверху. Это сознание, разум или кора головного мозга нашего. То есть второй кружочек – это энергетический, можно сказать, такой центр в области сердца, это эмоции, чувства. И он контролируется лимбической системой в головном мозге. То есть можете пока просто записать эти термины и подробнее потом посмотреть о них, что они означают. Но следующий такой энергетический центр в области нашего тела – это наши телесные ощущения, наши инстинкты, наши рефлексы, которые отвечают за выживание. И это наш рептильный мозг. И по сути это генетическая некая наша суть, которая связывает нас со всем нашим родом, с генетическим набором хромосом, который помогает нам себя реализовывать в этом мире, и который хранит в себе различные программы для нашего выживания, для нашей безопасности. И на самом деле вместе все эти три энергетических наших субстанции – сознание, эмоции, чувства и тело – они составляют нашу некую такую общую целостность, они дают нам гармонию, они вместе помогают нам прийти к результатам различным. Но когда происходит какое-то травмирующее событие, неожиданное, шокирующее, то нам некогда размышлять, нам некогда проявлять эмоции, и все управление передается на уровень тела, то есть мозг моментально включает какие-то рефлексы или инстинкты выживательные. Если происходит какое-то шокирующее событие, которое угрожает нашей безопасности, и в этот момент теряется связь вот этих вот трех частей сознания, эмоций наших и нашего тела. И таким образом управление переходит вот в некий такой наш рептильный мозг, управление переходит в уровень тела, то есть включаются какие-то инстинкты, и часто они в результате этих травмирующих событий не выключаются, остаются в нашем теле, тело зажимается, нарушается поток энергии в теле, но об этом я расскажу чуть позже. Но на самом деле происходит внутренний раскол, происходит раскол целостности человека, и человек не может реализовывать себя в полном объеме, в полном масштабе. И почему это возникает? Любые методы, которые начинают решать вот эти вот задачи для того, чтобы мы могли себя наилучшим образом реализовывать, они обычно работают на поверхности. Например, коучинг, например, методы NLP, работа с убеждениями, то есть когнитивная какая-то психология. они строят такой некий мостик над пропастью, то есть у человека внутри произошел такой раскол, а эти методики позволяют выстраивать какие-то новые навыки, но по сути они не решают причину, они вот эту пропасть огромную никак не закрывают, и эта пропасть остается, и человек не может быть именно гармоничным, цельным и реализовывать себя в полном объеме. И, в общем-то, могут оставаться в теле какие-то неадекватные реакции, если человек вдруг опять возвращается в некую стрессовую ситуацию, которая напоминает ему прошлое травмирующее событие, у него могут включаться вот эти вот рефлексы, тяжелые эмоции. Человек расстраивается, что у него опять в этот раз ничего не получилось, опять очередной тренинг ему не помог, опять психология не дала ему эффект, и таким образом случаются, конечно же, откаты. И если вы работаете с чувствами, то вы идете гораздо глубже, вы идете именно в более глубокий уровень управления собой, но опять же это не уровень, на котором была создана травма. То есть внутренний раскол находится еще глубже в этом случае, и поэтому случаются откаты и в этом случае тоже. И такие методы, они помогают справляться человеку со своей жизнью, они помогают ему жить именно с травмой, то есть учат его принимать, что вот так это случилось, и вот теперь нужно продолжать жить. И в принципе у человека могут оставаться тяжелые мысли, тяжелые чувства, но он может добиваться некоего результата здесь и сейчас, продолжать жить с этим. Но в принципе вот этот тяжелый опыт будет оставаться внутри него. И сейчас эти методы, они не могут таким способом решить причину травмирующих ситуаций. И вы можете отметить для себя три признака, что ваши методы терапии или ваши методы работы над собой малоэффективны. Три признака, пожалуйста, отметьте. И первое, это при воспоминании событий у вас опять включаются тяжелые эмоции, у вас возникает неприятный образ, тяжелые чувства возникают у вас, и ощущения в теле. Это говорит о том, что травма не проработана, то есть что внутри вас остался на уровне подсознания, вот этот вот образ травмы, эти рефлексы остались внутри вас, и они дают вот такой вот эффект. И при стрессе, при стрессовой ситуации, которая напоминает важные события, у вас могут возникать неадекватные реакции, которые вам сложно контролировать. И если эти события были в вашей жизни, вы, может быть, о них помните, какие-то травмирующие, шокирующие события, тяжелые события, то с тех пор у вас в теле остались серьезные проблемы с психосоматикой, которые вы до сих пор никак не можете решить. И вам сложно их исцелить. Это тоже говорит о том, что вот этот вот шокирующий опыт, травмирующий опыт, он не был вами решен, и поэтому его последствия остаются в теле. И, в принципе, часто бывает, что нет смысла работать с самооценкой, с личными границами, учиться говорить «нет», работать с апатией, с прокрестинацией, ставить какие-то эффективные себе планы и цели, потому что организм может включать самосаботаж, включать тяжелые эмоции и возвращаться к прежним своим неэффективным реакциям. Дело в том, что нужно работать гораздо глубже, нужно работать с травмирующими событиями, которые случились в вашей жизни, может быть, очень-очень давно, возможно, вы о них даже не помните. И эти события мешают вам действовать в своих интересах. Это могут быть детские травмы, а могут быть травмы, которые случились с вами еще до вашего рождения. Об этом я расскажу подробнее в следующем уроке. И, возможно, эти травмы даже случились не с вами, а с вашими родственниками, с вашими родителями, прежде всего. Но в силу того, что мы связаны с нашими родными, с помощью ДНК, с помощью этой сути, с помощью той информации, которая есть в нашем теле, то мы перенимаем на себя травмирующий этот опыт, и он может у нас включаться вне зависимости от того, что мы по этому поводу думаем. То есть наше тело, оно может реагировать определенным образом. И вы знаете, я могу сказать о себе, что я знала о том, что в моей жизни действительно есть травмы еще, наверное, с самого такого подросткового возраста. Я начала это осознавать, понимать, что действительно детство было не очень простым. И можно сказать, да, что я росла в дисфункциональной семье, да, как сейчас это психологи называют. И я читала книги по психологии, прочитала огромное их количество, посещала различные тренинги, ходила к психологу. И мне это дало возможность, да, с самого раннего возраста заняться бизнесом. Я занималась продажами с 19 лет. И была очень успешна в этом. Добилась определенного уровня. Много путешествовала, много достаточно зарабатывала. Но к 40 годам я пришла вот к такому уровню эмоционального истощения, эмоционального выгорания, к полному разочарованию в личной жизни, в бизнесе в том же, да, то есть в людях. И я поняла, да, что вот те детские травмы, да, детские какие-то травмирующие события, а потом я поняла, что это гораздо более глубокие травмы, они продолжают на меня влиять, они сказываются на моем здоровье, да, то есть у меня прямо много было, да, таких проблем с психосоматикой, со своим здоровьем. Я очень много занималась после 40 лет. И я стала заниматься этим более глубоко. Я стала искать методы, которые будут давать более такой ощутимый, более глубокий результат. И вы знаете, благодаря тому, что вот последние годы я просто занимаюсь изучением различных методов, проработками различными, и вложила это в огромное количество времени и денег. И я создала уникальный метод, это метод потоковой терапии, который дает эффективные результаты работы именно с глубокими вот такими травмирующими событиями, переживаниями, причем делает это быстро и эффективно. И это подтверждено результатами моих клиентов, студентов. Это не просто результаты эмоциональных, да, каких-то улучшений. Это не просто результаты улучшений отношений в семье, но это и результаты на уровне психосоматики, да. И здесь сложно что-то придумать, да, подтасовать факты. Но это говорит о том, что метод действительно эффективен. И метод потоковой терапии, он дает результаты мгновенно. В следующих уроках я расскажу вам об этом чуть подробнее. И, конечно же, у человека моментально меняются мысли, меняются чувства, меняются эмоции, ощущения в теле, и наступает в жизни гармония. И появляется, конечно же, энергия для результатов. И человек может помнить, да, что, в принципе, какие-то травмирующие события в его жизни были, но как это было, да, то есть как они происходили в его жизни, он уже практически вспомнить не может. И если я помню, что до 40 лет я прямо утром просыпалась, у меня в голове были вот такие мысли постоянные, да, почему в моей жизни было все так плохо, несправедливо, тяжело, то сейчас этого нет в голове, тишина. И даже какие-то события, я помню, что в моей жизни, да, что-то такое было, да, но как это было, да, то есть, в принципе, мое сознание, оно сейчас уже настолько проработано, да, что удален вот именно вот этот шаблон травм, да, травмирующий шаблон, который привлекал в мою жизнь вот эти тяжелые события. Это возможно с помощью метода потоковой терапии, и это очень эффективно и быстро можно сделать. И, конечно же, после того, как я смогла проработать, да, свои вот такие глубинные аспекты, и более подробно в следующих уроках я об этом расскажу, моя жизнь очень изменилась, изменилось прежде всего мое здоровье, очень много результатов у меня у самой по психосоматике, по улучшению здоровья я сменила свой бизнес полностью, я написала книгу «Ваш безграничный потенциал», и я много так же путешествую, но уже путешествую с удовольствием, я уделяю время себе, своему телу, своим близким, и наслаждаюсь жизнью, и доходы мои, они растут без того, чтобы я вкладывала в это много каких-то таких физических усилий, реализуются желания гораздо проще и легче, и вот это то, что дает человеку та цельность, которую он возвращает себе после исцеления травмы, да, то есть когда его сознание, его чувства, его тело начинают работать вместе, в гармонии, согласованно, человек может себя реализовывать наилучшим образом во всех аспектах своей жизни. И это был наш с вами такой первый коротенький урок, и сегодня вы узнали первый секрет самореализации, или первый секрет эффективной психологии, и это был первый урок наш с вами, да, и вы узнали, как устроена структура человека на трех уровнях, да, вы узнали, как происходит травмирующее событие в его жизни, да, или внутренний раскол, почему случаются откаты после различных методов работы, и почему обычные методы психологии или работы над собой могут быть малоэффективны, и давать временный эффект. И в следующем нашем уроке вы узнаете второй секрет самореализации, да, и второй секрет эффективной психологии, и вы узнаете подробнее, откуда берутся травмы, о периоде программирования, о котором я вам сегодня кратко рассказала, да, о причинах нерешаемых проблем в жизни человека, о том, когда создается сценарий жизни, да, из которого очень сложно выйти, если он, допустим, был негативный, и вы узнаете, как зависят, да, вот этого периода ваши доходы, ваши отношения, ваша работа, ваша самореализация, ваше здоровье, и точно так же, как от этого периода зависит жизнь ваших детей, как они проявляются, мы об этом будем говорить на следующих уроках с вами. И как это изменить, обязательно поговорим, и о том, как это изменить не только в вашей жизни, но и в жизни ваших детей. До встречи на втором уроке.